Сошлись в финале лед и пламень. Именно такое выражение подходит матчам, которые завершили открытый турнир по мини-футболу среди несовершеннолетних в рамках проекта «Полезные каникулы». Юные футболисты из средних школ номер 29, 16, а также пятой гимназии разыгрывали между собой призовые места. В нашей школе проходили тренировки. Наш тренер рассказывал нам всякие интересные комбинации, как можно обмануть игроков разными техниками, забросами и разными проникающими передачами. Когда сейчас тренировались, мы хотели на уголом, но еще тогда аут назначили, мы хотели разыграть. То есть я набегаю, пропускаю между ног и уже игрок сбьет. Но не получилось, и судья назначил удар от ворот. Соперник был сильный, хорошо атаковал, оборонялся. Ворта был очень хороший. Достойный соперник. На протяжении пяти лет турнир проходит под патронажем многопрофильного центра детей и молодежи и комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района Бреста. Его главная задача – дать подросткам возможность выплеснуть свои эмоции на спортивной площадке и мотивировать на успех. С каждым годом растет не только интерес к соревнованиям, но и конкуренция среди команд. Поиграли, выплеснули эмоции. Адреналин сказывается и на здоровье, и на психологическом, и на физическом. Для них это очень хорошо. Плюс к тому же завоевают какие-то награды, это всегда эмоции, победная радость. Даже те, кто проигрывает, приезжают в следующий год, чтобы победить. Поэтому это очень хорошо для наших детей. Среди приоритетных задач проекта «Полезные каникулы» – профилактика правонарушений. Это значит, что в работе с подростками недопустим формальный подход и проведение мероприятия для галочки. Поэтому и отношение организаторов к турниру серьезное. Чем выше качество, тем глаза мальчишек горят все больше и больше. Во-первых, это профилактика правонарушений. Это укрепляет их здоровье, силу духа. Они учатся работать в команде, что им очень сильно пригодится. Учатся слышать друг друга, слушать. Поэтому я думаю, что это развита их гибкость, как духовную, так и физическую. Такие мероприятия должны проводиться. И чем больше и качественнее они будут проходить, тем лучше для мальчишек. Матч по мини-футболу среди подростков – зрелище не менее увлекательное, чем игра в большой футбол. Захватывающие атаки, головокружительные финты и красивые передачи. Мальчишки в Бресте любят, а главное – умеют играть в красивый футбол. Для меня футбол – это вся моя жизнь. Я не могу без футбола. Я обожаю в него играть. Я тренируюсь уже в ЦОРе. Он без Команализировал 4 года. И мне очень нравится в него играть. Футбол для меня значит интересную игру, в которую можно поиграть с друзьями, насладиться моментом игры, да и хорошо провести время. Победу в турнире праздновали юные футболисты средней школы номер 16. Второе место у ребят из 20-й школы. На третьем – команда школы номер 9. И все же главным в соревнованиях стал не призовой спортивный инвентарь или место в турнирной таблице, а командный дух и воля к победе. Ирина Ольшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.